Я не люблю бояться. В воздухе запахло революцией. Это ни с чем не сравнимое чувство. И хотя основные события трудно предугадать по срокам и смыслам, есть ощущение, что пройден какой-то невидимый водораздел, и телега истории опять покатилась с горы. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее со свистом и дикой тряской. На такой телеге мчаться страшно. Куда страшнее, чем тащиться по бескрайнему плоскогорию, рискуя всего лишь беспробудной спячкой. Но есть тьма людей, которые любят бояться. Не в этом ли разгадка нашей Родины? В Парижском Диснейленде я сел на вагонетку и отправился в искусственное подземелье, которое обещало как следует напугать. Со мной ехали взрослые дети, и я понимал, что все страхи будут пустыми. Но что-то оказалось выше моего понимания. Когда в темноте меня коснулись какие-то неведомые костлявые руки, я вздрогнул всем телом, несмотря на всю бутафорию. Рядом со мной истерично хохотали родители и отпуски разных народов, вызывая на себя страх и отвечая ему полным восторгом, как это бывает на американских горках и прочих головокружительных аттракционах. А я непонятно с чего замкнулся в себя. Я пытался проникнуть в различия, возникавшие в открытой вагонетке между ними и мною. И я сознавал, что кто-то из нас несомненно неправ. Я вспомнил тогда же в подземелье Диснейленда, что есть ма людей, которые любят фильмы ужасов, которым доставляют удовольствие пощекотать себе нервы явлением всевозможных костюмированных дракул каннибалическими видениями. При отсутствии кино можно, впрочем, по старинке отправиться на заброшенное кладбище ночью и прогуляться среди могил. Кем бы ты ни был, ты все равно испытываешь странное чувство тревоги, никак не связанное с твоим дневным мировоззрением. Что это? Фитнес по выработке бесстрашия? Метафизические приседания или всего лишь несерьезное отношение к ужасу жизни, дарованную тебе сверху? Мой попугай Жако смертельно боится веника. Если случайно поднести к его клетке веник, он издает пронзительный ультразвук, не похожий ни на какие другие его звукоизвержения, и он сполошно падает, словно замертво, на дно клетки. Его нельзя приучить к венику. Сколько ни подноси веник к клетке, столько он будет срываться вниз. Трудно сказать, что именно видит он в этой угрозе, за что или кого он принимает веник. Но он принимает веник всерьез, и лучше веник держать подальше, чтобы не травмировать птицу. По всей видимости, я смешон, потому что я похож на своего попугая. Можно ли считать мое поведение и поведение попугая трусостью? С точки зрения любителей страха, наверное, так и есть. Но мы с моим попугаем в ответ на обвинение в трусости выскажемся в пользу ответственного отношения к страху. Одна-то тут нас и заклюют поклонники веселого отношения к жизни. Попугай Шива, дома мы все зовем его Шивочка, богат генетической памятью. Он принимает веник за хищника. Нет, он не расскажет мне, что это за хищник. Но есть и другой, более доступный мне пример. Он также боится шланга, пылесоса, вообще всего, что имеет форму трубы. Тут речь, очевидно, идет о заместительницах змей. В любом случае, Шивочка не любит бояться. И тут я с ним солидарен. Я тоже не люблю бояться. Но ведь это похоже не только на проявление трусости, но и на заявление бесстрашного человека. Я не люблю бояться. Иными словами, принимая страх всерьез, я не люблю с ним шутить, исходя, скорее всего, из исторического опыта человечества. Вот, например, Михаил Осипович Гершинзон в сборнике Вехи трусливо с точки зрения русских революционеров высказывался о пользе правительственных штыков, представляя себе, что народная революция, подобная общероссийскому погрому, будет, несомненно, страшнее, нежели царская несвобода. Трусость и конформист Гершинзона были удостойны презрения не только Ленина, но и всего просвещенного общества. А далее в советской историографии рассматривались как хрестоматийное предательство народных идеалов. Сейчас понятно, что Гершинзон был скорее не трусом, а провидцем. И вслед за ним я бы тоже высказался за дубинки ОМОНа, а не за русские марши, которые, наверное, станут буревестником революции. Однако, с другой стороны, черносотницы всегда были выкорвавшими слепой власти, которая в конечном счёте революзировала народ до такой степени, что он поднялся на бунт, сменив чёрных на красных. Я не люблю бояться, имеет и другое значение. Любители страха легкомысленно относятся к страху, как к верному поводырю человечества. Однако, никто не ответил ещё на вопрос, является ли страх частью жизни, или жизнь является частью страха. В начале ночи, возможно, и был тот страх небытия, который разродился самою жизнью и продолжает над ней доминировать. Это ужасная догадка, но она обоснована проникновением страха во все сферы жизни. И наше жизненное поведение является лишь жалким ответом на всесилие страха. Чему мы только не боимся. Мы боимся одиночества и коллективизма, брака и безбрачия, жары и холода, ненависти и любви. Мы боимся жизни значительно больше смерти, потому что в каждом проявлении жизни есть назойливая угроза нашей безопасности. Страх смерти – закономерный вывод из страха перед жизнью. В страхе мы формируем образы наших богов, самого рождения человечества, и только лона матери оказывается для нас наиболее безопасным местом. В Парижском и Дистилленде я увидел в конечном счете бунт человека против засилия страха. Но в этом хохотливом бунте собралось несовершенство человеческой природы, которая скорее отмахивается от проблемы, или, как говорил Паскаль, отвлекается от нее, нежели стремится к ее разрешению. Впрочем, стоит ли фиксироваться на проблеме, которая неразрешима? Ибо страх является буквально в смысле слова «животным чувством», присущим как мышам, так и кошкам в не меньшей степени, чем человеку. Вот почему, если я говорю, что я не люблю бояться, я исхожу из предположения о глобальном значении страха, и не снимаю его значения, и не бунтую против него, а выражаю к нему свое эмоциональное отношение. И уж тем более я не люблю бояться, когда страх используется людьми для сознательного или бессознательного угнетения друг друга. Именно страх, а не что иное, в наибольшей степени угнетает человека, доводит его до распада личности. Легкомысленное отношение к страху, авось пронесет, есть согласие на продолжение страха в обыденной жизни, сублимации своего рабского положения в обществе и государстве, карнавальный день, после которого начинаются будни, начальник мстит подчиненному за свои страхи, а высшее начальство, олицетворя государственный страх, удерживает посредством животных страхов народ в подчинении. Однако народ в какой-то момент устает бояться. Нет, он по сути своей готов бояться еще и еще, но начальство то ли слишком завышает планку страха, то ли теряет самоконтроль, предаваясь утехам безнаказанности, и тогда происходит взрыв. Революция, освобождение от прежних страхов и сложение новых. Государство нужно для того, чтобы минизировать человеческие страхи, а не раздувать их. Мы в России чемпионы по производству страхов и почти полному отсутствию страха видения. В результате мы оказываемся где-то посередине между природным и общественным человеком. Однажды я летал на дальние острова в Беринговом проливе. Это было опасное путешествие, но оно того стоило. Между Ледовитым и Тихым океанами существует два острова. Один поменьше, другой побольше. С вертолета они похожи на два кекса, продолговатый и круглый. Круглый остров называется Малый Диамид и принадлежит американским эскимосам. Продолговатый наш, Большой Диамид, или остров Ратманово. Я прилетел на американский остров в начале июня и увидел эскимосов, несмотря на нулевую туманную погоду в шортах и в футболках. На футболке высокого эскимосского парня была надпись «No fear» – нет страха. Дети ели мороженое и бегали по морскому снегу. На Большом острове была та же температура, несмотря что соседние острова находятся в разных полушариях, но там гарнизон наших доблестных пограничников был одет в зимние шинели. Шапки и валенки – никаких «No fear». Прикажи своему сердцу объявить «Лето будет лето», «А не то зима, зима, зима». Я родился под знаком страха. Первым моим осознанным впечатлением были череп и кости на электрическом столбе, летом в раздорах, которые тогда еще были глухим подмосковьем. Иногда я думаю, что именно тот мой младенческий, панический страх дотронуться до столба и дал мне силы стать писателем. Литература находится в подвижном взаимодействии со страхом. Я благодарен столбу. Литература научила меня тому, что я не люблю бояться. В этом я вижу свое скромное бесстрашие. Я благодарен литературе. Литературе. Спасибо. Продолжение следует...